Викторию в поликлинике называют образцовой мамой. Рекомендации врачей для маленького Максима девушка выполняет безукоризненно и в том числе приходит на все положенные прививки. Два месяца назад мальчику ввели вакцину от пневмококковой инфекции. Это против заболеваний, менингита, тита. Сейчас очень много деток с пневмонией у нас в больницах лежит, которые недолечивают урвои, выходят в садик. Понятно, что это нужно все делать. И вообще все прививки, которые входят в перечень и находятся в национальном календаре прививок, необходимы, на мой взгляд, ответственными родителями к тому, чтобы деткам их сделали. А двухмесячная София к этой прививке еще готовится. Делать или нет, мама Дина пока сомневается. Я так думаю, что врачи и специалисты плохого не посоветуют. Поэтому, если они посчитают нужным, то обязательно сделаем. Всемирная организация здравоохранения объявила пневмококковую инфекцию детским киллером номер один. Ежегодно от этого микроба погибает около миллиона малышей до пяти лет. В России каждый год от пневмококовой пневмонии страдают более 40 тысяч человек. Еще 700 тысяч заболевают отитом. Но еще страшнее менингит. От него погибает каждый третий. А выжившие часто становятся инвалидами. Практически единственным способом обезопасить себя врачи называют вакцинацию. Мы используем новую вакцину. Уже два года привина 13. Производитель Ирландия. Вот уже год в нашей стране прививка от пневмококковой инфекции является обязательной. К слову, цена такой коробочки свыше двух тысяч рублей. Малышам ее делают бесплатно. Если мы прививаем детей первого года жизни, то мы прививаем в два декретированного возраста и в четыре месяца. И проводим ревакцинацию уже в год и три месяца. Если ребенка начинаем прививать более поздние возрасты, например, с года, то достаточно двух вакцинаций тоже в интервале два месяца друг от друга. Если мы берем ребенка старше трех лет, в этом случае достаточно уже одной вакцинации, чтобы защитить ребенка от этой пневмококковой инфекции. И если поначалу многие родители сомневались в эффективности прививки, сейчас вакцина очень востребована, говорят врачи. В прошлом году на Вологодчине удалось привить более 26 тысяч детей в возрасте до двух лет. Мы видим на лицо меньше заболеваний пневмониями, отитами, синуситами среди детей раннего возраста. И в первую очередь среди этой вот когорты детей, первый-второй год. И это благоприятно влияет именно на здоровье нашего детского населения, наших детей. Так как эта пневмококковая инфекция наиболее актуальна и значима и вызывает наиболее сложные заболевания именно у детей раннего возраста. Специалисты уверяют, в области вакцины достаточно. В этом году медики планируют привить 16 тысяч маленьких волокжан. И сейчас, когда закончилась эпидемия гриппа, самый благоприятный для этого период. Алена Александрова, Алексей Романов, Новости Вологды.